Всем привет! Вы смотрите канал Toyhouse и если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А сегодня по просьбе моего подписчика я сниму обзор на вот эту замечательную модель. Это у нас ZIL 5301, а в простонародье бычок. Автомобильчик выпускался у нас с 1996 года по 2014 год. Было очень много модификаций этого автомобиля от эвакуатора до скорой помощи. В общем автомобиль довольно таки популярный и часто его можно встретить в принципе на наших дорогах. Вот. Это модель у меня от фирмы Автобахен, ну либо Карорама, либо ее еще называют Bayer по-разному. Эта модель стоимостью примерно где-то сейчас стоит наверное рублей 700 она. В общем выполнена из металла полностью, причем выполнена из металла. Кузов металлический, рама металлическая идет. Небольшие вставки пластмассовые как бы присутствуют, но их прям минимальное количество. Автомобиль довольно таки тяжелый, но выполнен вообще прикольно, мне очень нравится. Зил у меня такой один вообще в коллекции, больше мне как-то не попадались они вообще. Ну давайте перейдем к передней части автомобиля. Смотрите, фары у нас выполнены из пластика, подфарники тоже у нас пластиковые. Присутствует декаль с названием автомобиля, что это ЗИЛ. Номер присутствует, ну на номере здесь просто название, что это ЗИЛ 5301 и 99 регион. На машине у нас присутствуют дворники. Дворники выполнены вместе со стеклом, но видите, довольно таки естественно они выполнены и смотрятся вполне себе так нормально. По модели присутствуют поворотники и габаритные огни, они покрашены оранжевой краской просто. Давайте заглянем в салон, но прежде чем заглянуть, смотрите, даже ступенька у нас покрашена хромированной такой красочкой. Довольно таки прикольно. А в салоне, прежде чем тоже заглянуть в салон, мы можем заглянуть вот в это зеркало. Зеркало видите, прям с имитацией зеркала. Очень мне нравятся такие варианты изготовления зеркал, прям вообще прикольно смотрятся они. Так, и открываем мы переднюю дверку и что мы здесь видим? Есть небольшая проработка панели приборов, даже есть какие-то циферки там присутствуют. Ну нет, конечно циферок мы можем не увидеть, но просто шкала приборов там есть. А вот рычагов, к сожалению, я здесь не заметил вообще. Рычаги почему-то отсутствуют. Дверных карт на дверях нету, но проработка дверей все-таки какая-никакая есть. С этой стороны тоже давайте заглянем. Вот такой простенький в принципе салон, но вот зеркала здесь конечно шикарные. Так, что еще? По задней части автомобиля у нас здесь уже идет фары покрашены просто краской. Но видите, они довольно таки неплохо покрашены, вообще смотрятся ну прикольно я скажу. Аккуратно все так сделано, симпатично смотрится. Также присутствует номер сзади тоже с названием модели и кузовок у нас открывается. Открывается кузовочек, кузовочек открывается и в кузове, ну в кузове ничего нет, но можно при желании что-то туда засунуть. Кстати, кузов идет с фиксатором. Раз, закрыли и все. И кузовок у нас закрыт и не открывается, ничего никуда не денется. Колеса идут на резиновых покрышках с имитацией вот стального диска. Тоже все так прикольно сделано. Есть запасное колесо, оно тоже на резиновой покрышке. Смотрите, сзади даже есть имитация ресурс сделана. Нижняя часть тоже автомобиля в принципе так неплохо проработана. Есть название модели ZIL 5301, ну и фирма-производитель с масштабом. В общем, вот такой вот автомобиль, довольно таки прикольный, весит конечно так много он. Ну, вообще, не знаю, держишь в руках и приятно как бы оценивать, что такую сделали вроде игрушка, а на самом деле все равно прикольная модель. В общем, если вам понравилось видео, то, как всегда, подписывайтесь на канал Toy House. Не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok